всем привет с вами дмитрий урсул и в сегодняшнем видео хотел бы поговорить на тему аудио дефолтов или настроек по умолчанию для аудио регионов и аудио дорожек откуда взялась такая тема конечно же из нашего telegram чата ну и также от моих подписчиков и учеников кто скидывает всякие разные вопросы и трудности с которыми они сталкиваются в момент работы с ложек я вот решил таким видео сделать такой глобальный ответ на множество вопросов которые могут возникнуть вот сейчас ситуацию вам одну прямо классическую покажу вот допустим у меня есть сэмпл чистый проект я допустим хочу перетянуть бочку но это может быть лук что угодно и смотрите я сейчас поставлю воспроизведения и звука нет то есть мы заходим сюда и видим что у нас дорожка вообще никуда не идет все найдет на ну просто в никуда но тут и нужно вручную ставить выход на стерео выход наш и уже тогда у нас есть звук то есть и естественно если будешь так постоянно перекидывать кита сэмпла всегда будет такая же история и у многих многим кашетку ты глюк лоджика или что-то не то вообще на самом деле просто здесь просто были сбиты настройки аудио дефолтов я их у себя тоже специально сбил для того чтобы показать как это происходит что такое аудио дефолт вот когда мы сейчас я удалю все эти дорожки вот когда у нас открывается проект у нас лоджик всегда предлагает сперва создать трек без единого трека у нас проект по сути но не имеет смысла поэтому лоджик принципе не дает держать проект без единого трека хотя бы один любой трек software drummer аудио должен быть но вот мы давайте сегодня поговорим про аудио и вот эти настройки которые здесь и вот во вкладке details они являются теми самыми дефолтными настройками для аудио треков то вот видите у меня здесь стоит ноут пуд и вот собственно у человек который обратился за помощью у него как выяснилось тоже такая же была проблема то есть он каким-то образом может случайно может еще как-то сбила вот эту настройку на ноут пуд и все дальнейшие дорожки с которыми он работал который он создавал постоянному приходилось вручную назначать на стерео выход поэтому естественно было работать неудобно и казалось что что-то идет не так здесь мы можем сразу просто назначить наш выход и с ним работать стать если у вас какие-то сложные маршрутизации или например ваш основной мониторинг идет не на 1 2 на 3 4 вы здесь также можете создать один раз выбрать нужный выход и все новые аудио треки которые будут создаваться в проекте будут идти на этот выход то есть это тоже очень удобно чтобы каждый раз не переназначать каждый раз не проверяет что все что все грамотно работало то есть можно так сделать можно кстати даже и шину выбрать то есть это может быть полезно для тех кто хочет например какую-то шину делать аля такой аналог мастер шины то есть использую стерео аут там для чего-то другого допустим для мониторинга или для какого-нибудь метринга и так далее а вот эту шину до который мы здесь выберем используют непосредственно для например мастеринга то есть то есть все дорожки проекта приходили так или иначе на эту шину вот но это конечно же такая специфическая задача мало кому она будет актуальна в основном конечно же это должен быть выход 1 2 и после того как мы создаем такой трек все остальные треки здесь кстати касается и аудиоинпута то есть мы можем выбрать input по умолчанию куда мы записываем например голос да и так далее то есть можем выбрать и тут можно поставить галочку загружать дефолтный патч то есть какими-то настройками на канале сразу либо открывать пустой либо открывать библиотеку с пресетами то есть я поставлю галочку мне откроется библиотека с выбором установок для той или иной дорожки но это уже сами можете решать нужно вам это или не нужно ну и соответственно здесь также можно включить мониторинг сразу можно сразу включить за готовность к записи это как бы является теми самыми дефолтами то есть сейчас создав трек мы видим что он у меня сразу назначается на стерео выход и теперь если я что-то буду перетаскивать из браузера на новые дорожки вот эти новые созданные дорожки также имеют те же настройки то есть у них также назначен выход на стерео out и все работает хорошо привет коллега встречаем ежемесячная подписка одно видео за 2 рубля все как вы любите много за недорого как тебе такой илон маск полный доступ 24 на 7 к абсолютно всем курсам без ограничений формате ежемесячной подписки как это работает например выбираем тариф живая музыка он состоит из 490 видео уроков на данный момент это 28 курсов вот его содержание с выходом новых курсов они будут сразу добавляться в тот или иной пакет зависимости от тематики и будут доступны сразу же всем подписчикам этого пакета как получить доступ нужно купить подписку на этот тариф нажимаем кнопку купить и мы попадаем на сервис бусти где и происходит вся магия здесь мы уже все подготовили отсортировали по полочкам сделали удобную навигацию все в одном месте жмем подписаться проходим быструю регистрацию по номеру телефона или авторизируемся через любую социальную сеть в один клик выбираем количество месяцев для подписки жмем купить и готова так что шутки в сторону коллега пора обучаться по крупному действуйте прямо сейчас следующий момент второй вопрос тоже бывает вот связаны с перетаскиванием каких-то сэмплов или лупов из браузера почему у меня уровень сбит то есть например вот пример сейчас вам покажу я думаю вы уже сейчас сами догадаетесь то есть если вот так вот мы перекинем вот видите у нас уровень здесь минус 8 и 4 на самом деле вот этот уровень создаваемого аудио трека при перетаскивании какого-либо контента из браузера привязан у нас к вот этому ползунку при лицен напомню что он в микшере у нас есть тоже как отдельный трек вот если мы нажмем вкладку all нас здесь есть превью вот эта дорожка и это есть вот этот самый слайдер то есть все что мы делаем какой-то превью в браузере и так далее она у нас идет через вот эту через вот этот канал поэтому к нему как бы привязаны вновь созданные дорожки при перетягивании из браузера то есть тоже иметь ввиду если вдруг тоже с таким сталкивались кто-то там случайно убирал на минус бесконечность то есть выключал звук в браузере просто выбирал какие-то сэмплы естественно он их не слышит потому что они выключены и перед перетягивание в проект получается что у нас тоже аудиодорожка стоит на минус бесконечности и также люди жаловались что это за глюк почему я хочу меня на нуле все было ну то есть для этого здесь надо только также поставить релизом на 0 0 либо вот здесь тоже превью поставить на 0 и тогда у вас все новые дорожки перед которого перетягиваете точнее аудио региона который вы перетягиваете в проект будут также с той же громкостью создаваться то есть думаю что с этим понятно и еще парочка полезных функций по дефолту многие про это забывают либо вообще в принципе не знают но вот эта закладка region которая у нас посвящена собственно выбранному региону если у нас регион никакой не выбран сейчас у меня выбранным и вот этот закладка показывает информацию для собственно вот этого вот выделенного региона сейчас переключусь у нас уже другой регион переключусь другой регион но если у меня ничего не выбрано то здесь вот мы видим audio default то есть это и есть те самые дефолтные настройки регионов которые потом будут либо записываться в лоджик вручную да и с микрофона и так далее либо мы будем перетаскивать сюда какую-то аудио информацию уже записанную это мог быть лупает мог быть сэмплы неважно вот мы можем заранее здесь дать определенные настройки которые мы хотим например что здесь может быть можно сразу включить луп допустим если мы какой-то драму перекидываем мы хотим чтобы он сразу размножился на весь проект мы можем заранее поставить здесь лук если вы хотите дальше мы можем включить сразу flex то есть тоже очень многие спрашивают как так вот у меня луп в другом темпе и мне нужно вручную включать flex каждый раз его там как-то анализировать это неудобно можно заранее включить вот здесь можно сразу для будущего включить либо просто flex либо еще можно подключить смарт-темпа чтобы смарт-темпа еще проанализировал транзиенты и сразу выровнял луп по битам или по тактам тоже бывает что лупы там имеют какой-то предотсчет или за такт и не всегда не начинается ровно прям вот с нуля но это конечно реже но все равно можно включить например сейчас покажу вот у нас есть alan aligned bars дальше можно сразу поставить гейн допустим потому что все вот эти сэмплы лупы идут как правило в максимальном уровне своей громкости поэтому можно заранее там сделать или минус 5 чтобы у нас был запас по громкости потом для работы с лупами и самая полезная еще функция это фейдин фейдаут это кстати тоже очень классно многие спрашивают как сделать так чтобы в лоджике сразу меня был фейтус я что-то сделал или разрезал какой-то файл у меня создал создался автоматический фейд вот это делается в аудио дефолт то есть я ставлю при файдин 10 тиков и 10 фейдаут и у меня соответственно они будут создаваться то есть даже если сейчас здесь разрежу вот видите у меня на разрезке автоматически создались фейдин фейдаут это очень удобно и в конце кстати тоже у нового региона вот этого появившегося обрезанного появился фейд таким образом мы вот можем тебе спокойно резать все что мы хотим как мы хотим и не бояться за то что нас будут какие-челчки и еще что то то есть это очень 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 полезная функция здесь с этим может тоже по умолчанию выбрать тип фейдаута то есть когда у нас два региона рядом нас могут быть разные варианты crossfade equal power но вот это самый такой стандартный вариант я рекомендую его оставить вот здесь все это можно настроить заранее и потом вот эти настройки которым вот сейчас мы приняли будут применяться в том числе и к новым аудио данным давайте я сейчас возьму какой-нибудь например лук чтобы продемонстрировать абсолютно любой ну допустим такой здесь темп у нас не 120 сейчас заодно проверим как сработает вот у нас сразу происходит аналайзинг то есть анализируется наш регион мы можем пока не показывать и смотрим что у нас здесь случилось flex у нас включен режим конечно не всегда бывает что подходящий здесь возможно поменять все таки на ритме как это лук ну здесь лук не совсем правильно сработал то есть поэтому собственно смарт-темп и предложил показать как он анализировал то есть здесь в данном случае у нас скорее всего темп должен быть два раза быстрее точнее два раз медленнее но все это можно также подредактировать то есть показать где сильные доли об этом я уже рассказывал про смарт-темп а также есть у нас курс продвинутый курс по лоджи где я прям отдельный курс посвятил смарт-темпа то есть конечно же здесь все на автоматически работает не так идеально то есть не со всеми лупами все идеально срабатывать нужно конечно все таки ручной вмешательства делать но для большинства лупов все должно сработать хорошо то есть все загрузится особенно если есть луповая информация здесь просто в этом лупе нету вообще никаких методанных в этой библиотеке насколько я помню там нету поэтому смарт-темпа приходится чуть сложнее конечно же с анализом но так или иначе все равно работа есть она автоматически включается и самое главное мы видим что у нас вот если мы выделим регион мы видим что у нас включен флекс у нас сразу добавляется фейды то есть в начале и в конце ну здесь до ошибка работы флекса но это уже потом можно поправить то есть вот такие у нас дефолты и так это работает то есть вот имейте это ввиду не забывайте потому что еще раз повторюсь очень легко можно что-то сбить даже очень часто бывало такое что действительно человек убирал выделение с региона что-то подправил потом добавлять нового региона у него кита автоматически не те настройки и человек не очень понимает что происходит как будто лоджик сошел с ума на самом деле просто были сбиты аудио дефолт настройки по ошибке и потом уже когда добавлялись новые регионы там что-то шло не так то есть что-то неподконтрольно поэтому имейте это ввиду используйте это себе как преимущество вот эти настройки и соответственно работаете с этим уже в практике используйте и надеюсь вам это пригодится в общем на этом наше видео подходит концу обязательно напишите как вам знали ли вы об этой теме или не знали будете ли что-то из этого использовать и конечно же подключайтесь к нашему telegram чату если вы еще там не состоите ссылки все в описании к этому ролику потому что мы там обмениваемся опытом и вот благодаря собственно всем подписчикам и участникам telegram чата я вот нахожу такие кейсы чтобы потом разбирать на нашем youtube канале поэтому также конечно же подписывайтесь на youtube канал потому что здесь выходит много роликов и дальше будут входить очень много интересных тем которые мы для вас подготовили поэтому оставайтесь на связи но с вами был дмитрий урсул я желаю всем успехов в творчестве всем пока и